У меня сегодня буквально пару слайдов для вас, для того, чтобы просто настроить на эту беседу, рассказать о формате встречи, который будет сегодня проходить. Ну а дальше мы уже совершенно будем без презентации. От ваших запросов исходите, от ваших необходимостей, которые сегодня вас привели на эту встречу. Итак, те, кто меня не знает, меня зовут Ирина Артамонова. Если у нас такие, кто вообще ничего по мне не слышал, не был на вебинарах, или все хотя бы что-то знают, хоть что-то так или иначе слышали. Если есть такие, кто вообще ничего не знает, можете сейчас голосом об этом сказать, написать в чат. Я просто вижу, что у нас есть и выпускники наши, поэтому не знаю, насколько нужно о себе рассказывать. Достаточно кратко. У меня есть запатентованный товарный знак «Золотой портной». Под этим знаком у нас есть онлайн-школа. Это Академия швейного бизнеса, которую мы учим создавать, развивать свое швейное дело. Нашим основным продуктом является программа «Шить выгодно». Я являюсь автором этой программы обучения. Она существует с 2020 года. Уже более тысячи человек прошли по ней обучение. Это 10-недельная программа, в которую включены знания, инструменты и навыки для успешной работы любого человека, кто хочет зарабатывать в швейке. Как предприниматель создавать свою команду и просто в одиночку, как профессионал, расти, развиваться как мастер, но зарабатывать на швейке. Эта программа тоже подойдет. Обычно на всех наших живых мероприятиях, кто был на вебинарах, знает, мы всегда делаем такие приятные подарки, бонусы для участников. Для тех, кто из вас, кто изъявит желание сегодня к нам пойти учиться после нашей сегодняшней встречи, конечно, мы тоже такие бонусы сделаем. Потому что сейчас новогодний период, как можно не дарить подарки. И вот будет, кроме дополнительных разных курсов, бонусных уроков, скидки на саму программу обучения. Если интересно, я во всем об этом расскажу в самом конце. Среди всех подарков будут еще у нас индивидуальные консультации. На нашем курсе очень много индивидуальной работы. И это прям такие полноценные личные консультации, которые мы проводим для всех участников нашего курса. Когда у нас заходят заниматься на первой неделе, все проходят через индивидуальную консультацию по постановке финансовой цели, по разбору ресурсов. Так скажем, такая мотивационная встреча для того, чтобы наладить, ну вообще, для того, чтобы познакомиться, для того, чтобы поставить цели на обучение, определить стратегии, векторы, в какую сторону смотреть, что на курсе будет являться главным для вас. Вот эта встреча у нас есть самая первая. Далее в середине обучения мы проводим еще личную консультацию по разбору бизнес-плана. То есть у нас есть целый ряд таблиц, которые наши ученики заполняют в ходе обучения. И вот на шестой неделе мы их все разбираем с цифрами, разбираемся, приводим в порядок. Это тоже у нас прям индивидуальная консультация на час. И в конце курса всех тоже ждет консультация стратегическая по постановке своих целей, плана развития на ближайшие два года. Почему я об этом сегодня вам рассказываю? Потому что сегодня мы с командой совещались и выбрали форматом для проведения нашей жилой встречи как раз такую консультацию. Вот обычно наши зумсозвоны проходят в таком хаотичном режиме. Мы все знакомимся, что-то мы там друг друга узнаем. И буквально там за несколько минут хочется дать вам какую-то пользу, дать ее всем. Ну и так как это бывает достаточно мало на каждого человека времени, то есть у нас тогда получается немножко кошмала. Сегодня мы все делаем по-другому. Я предлагаю сегодня разобрать прям полноценно запросы двух человек. То есть это будет полноценный разбор, фактически консультация, с которой все наши ученики программы «Шить выгодно» заходят на курс. Что в ходе этой консультации мы обычно получаем? То есть как она будет проходить? То есть это прям буквально минут 40 мы сегодня каждому из этих двух человек посвятим. Ну, вы тоже будете участок, какие-то вопросы можете задавать, обратную связь можете давать. Но самое главное, что во всей этой обратной связи и разборе ситуации будет очень много ценного не только для одного конкретного человека, но и для всех, кто сегодня пришел на этот эфир. Потому что так или иначе наши истории повторяются. Так или иначе проблемы одного человека отзываются близки другим людям. Поэтому давайте попробуем, начнем, как это будет. То есть те люди, которые сейчас изъявят желание разобраться, вы можете прямо сейчас об этом в чат написать. Знаете, где у нас чат? Что у нас сейчас можно прямо написать там «хочу разбор, хочу разбор». Хочу привлечь, особенно тех, кто вообще пока очень мало что-то знает обо мне, о нашей школе, о наших принципах работы, проявляться сейчас, да, пока сразу с самого начала, с первых, так скажем, знакомств, получить максимум пользы. Поэтому сейчас пока пишите, а я расскажу, как будет проходить разбор. Я вам задам целую серию вопросов о вашей ситуации, есть ли сейчас свое дело, нет, вообще какой главный самый вопрос вас сейчас волнует, тревожит. Это важно, да, потому что я буду, конечно, рассказывать вообще в целом, что я увидела, когда с вами знакомилась, да, как бы я поступила, какой бы могла быть ваша стратегия или какую стратегию выбрала бы ваша ситуация я. Так, но все-таки, если у вас есть запрос, то есть конкретное, на что вы хотите получить ответ, нам тогда будет быстрее и проще двигаться. Если такого конкретного запроса нет, нам тогда надо будет найти сначала этот вопрос, на который мы будем вместе искать ответ. Итак, я вижу, что у нас Елена Баринова хочет разобраться. Отлично. Елена, есть ли сейчас возможность включить камеру в микрофон, потому что без этого будет, ну, тяжеловато. Включайтесь. Давайте с вас и начнем. Те, кто хочет, пожалуйста, тоже пишите в чат. У нас тут получается небольшая очередь. Может быть, троих даже успеем. Так, Елена. Не смогу разобрать вас, вашу ситуацию. Ничего пока о вас не знаю. Поэтому, если сейчас не включите камеру в микрофон, не сможем это сделать. Я каждого из участников сегодняшней встречи буду просить в определенные моменты времени об обратной связи, даже по этому разбору. Если вам захочется что-то узнать или чем-то поделиться в ходе разбора, можете воспользоваться реакциями, которые есть у нас в Zoom, или просто вот так руку поднять, или в чат написать. Хочу там что-то сказать, чтобы была такая возможность. Так, Елена пишет. Связь плохая. Так, ну вот у нас еще есть... Да, здравствуйте. Все подключилось. Вы меня слышите? Слышим, да, но не видим. Будет классно, если увидим. Сейчас, ага, секунду. Что-то связь сегодня плохая. Ну как, что-то... Все, Вина. Здравствуйте. Супер. Теперь Вина. Здравствуйте. Рад вас. Да, мы все вас видим. Я надеюсь, да, все видят. Супер. Смотрите, как предлагаю действовать. Сейчас я вам задам ряд вопросов. Узнаю, какие у вас сейчас запросы, например, на этот разбор, или вообще в жизни, что сейчас у вас больше всего болит, или о чем больше всего мечтаете. Потом дам какие-то для вас, возможно, надеюсь, полезные советы, стратегии. Поделюсь своим опытом. И остальные участники нашей встречи наверняка тоже присоединятся. Свои инсайты смогут рассказать или поделиться своим опытом, как пойдет. Договорились? Хорошо. Елен, расскажите, пожалуйста, как вы связаны со швейкой? Что сейчас есть на данный момент? Или только мечтой? Нет, я давно шью, около 25 лет практически, как бы вот этим занимаюсь, постоянно что-то свое. Но сейчас у меня ателье было на дому. Три года назад я открыла уже после декрета. У меня пять детей. Поэтому мне сложно как бы вот начинать это все крупно. Пока я вот, так скажем, начинаю, потом у меня происходят какие-то события и закрываюсь. Вот сейчас на данный момент третий раз я хочу уже еще раз открыться, потому что я сейчас перенесла операцию. вот, но и хочу опять открыть как бы студию. Вот, у меня уже есть помещение, но не знаю вот с чего начать, чтобы как бы быстрее ко мне вернулись клиенты и как бы вот начать работать уже, так скажем, с полной силой и самое главное с материальным быстрее достатком. Ну, как бы это самое главное. потому что растеряла сейчас пока вот три месяца болела, скажем так, свое помещение. Но я еще начала и учить шить параллельно. И сейчас вот на данный момент я не знаю, как мне лучше поступить и чтобы быстрее вот это все ну, как бы осуществить опять мою, так скажем, оборудование есть у меня. Вот, такое нужное для меня, так скажем, для одной. Вот. Несколько раз хотела открывать уже такой пошив конкретных изделий, но у меня как бы вот не срасталось. Поэтому я не рисковала начинать. и сейчас вот как бы на данный момент очень много, конечно, людей, которые обращаются, ой, нечего одеть, нечего пошить, ну, даже и шить нечего, ну, из ткани с какой-то найти. Вот, и что делать, как быть, где эти вещи находить, вот, может быть, самим шить. и я вот сейчас как бы и думаю, что именно шить, во-первых, какой, какие изделия, вот, потому что я шила вообще индивидуальный пошив всегда. То есть. Так, я надеюсь, связь у нас сейчас вернется. Ага, Елена, немножко прервалось. Мы вас потеряли на фразе не знаю, что шить, какие изделия, потому что всегда раньше занимались индивидуально. Да, я вот как бы связь плохая, конечно. Ага, вот, сейчас все, да, вы меня слышите сейчас, да? Да. Вот, и, ну, вот на данный момент я разработала уже как бы план такой небольшой, но небольшой. План еще только в начале пути, так скажем. Пока вот лежала в больнице, нашла там как бы ткани, которые мне нужны были. Закупила сейчас их чуть-чуть, прям на одну-две модели буквально. Вот, и вот задумала, как бы уже шить белье домашнее, домашнюю одежду. Это и как бы быстрее, и проще, пока вот остановилась на этом. Но опять же, я понимаю, что на индивидуальном пошиве я не смогу заработать столько, сколько вот на таком, и не знаю, как это совместить. Потому что одно и то же шить я не хочу. как бы, и до этой как бы люди не понимают вот именно, что эта вещь, которая будет носиться долго, и она будет дорогая, но она будет долго носиться. Они заказывают на Валдерис, там на Озоне, дешевое какое-нибудь непонятное его качество, и многих это устраивает. Поэтому как бы мне тяжело вот найти таких клиентов, которые бы вот как бы вот тратились на такие вещи, так скажем. И я выбрала пока вот одежду, потому что домашнюю, потому что это быстрее, как бы мне проще не ну не заморачиваться на таких деталях как бы пошивочных именно, потому что я пока не могу себе найти даже одного человека, который бы мне подходил по работе. Пока я не нашла, я искала много, переделывала за них все это, сидела, ревела вообще, ну это наверное многим не знаю, знакомых нет, но вот мне не везет, по крайней мере пока так. что пока я не могу никого найти, чтобы мне помогали, так скажем. Но в планах такое есть, да, хотелось бы просто пока не было. Ну, да, ну я уже, если честно, боюсь, потому что, может думаю, я уже думаю, может я ничего, как-то не говорю, ну я вообще такой спокойный человек, вот, а все объясняю, все рассказываю, тем более вот учу уже, ну, люди ко мне идут, девочки, подростки там, мамочки там, ну то есть, вроде как объяснять могу, получается, но почему они меня не понимают, я не знаю, швеи, вроде бы как бы все объясняют, делаются наоборот, не знаю почему, ну в общем уже даже боюсь кому-то что-то доверять, вот. Отлично, подных много, давайте разбираться, некоторые моменты проясню. Елена, ну восхищают, конечно, мама троих детей, свое дело, все успеваете, разные направления думаете, да, а детям сейчас сколько лет? Ну, две старшие уже девочки, они, ну так, конечно, мне информативно помогают, вот на телефонах, там на компьютерах, вот эти все сайты там, ткани заказывать, искать, вот, два мальчика, 14 и 11 лет, и маленькая вот Лиза, пять лет, вот с ней как бы пока, вот она меня, больше, как говорится, на нее внимание тоже уходит, конечно, вот, поэтому, и иногда у меня вот это тормозится, все дело, и помощника, конечно, нету, который бы даже вот организовать что-то, ну, вот я надеюсь, конечно, что в этом году я его найду, хотя бы, который не умеет жить, но, по крайней мере, что вот эти все организаторские вопросы будет решать. Так, поняла, то есть вы основной кормилец добычи в семье? Нет, у меня муж как бы это, но он работает, все, он основной, я как бы вот, потому что я люблю это дело, ну, шить вообще, как бы давно это все, и, ну, да, что сейчас стало вообще, конечно, не хватать на пятерых детей, как бы, но девчонки-то они, ну, все равно очень сложно прокормить их, так скажем, вот, поэтому я и вот, хочется уже и там отдохнуть, потому что у нас-то как бы вот все на детей, так скажем, уходит, сами понимаете, что это сейчас и учеба, во-первых, и все это, с учетом, что я все шью для них сама, я и говорю, если бы вот всем объясняю, что если бы не умела, не знала, что бы делала бы вообще, либо. Супер, ну, я тоже мама троих детей, поэтому я понимаю, что денег действительно на детей много уходит, ну, и себя хочется побаловать-то, не оставлять, да, без... Ну, вот последнее, да, что уже как бы и возраст, и хочется, да, куда-то и поехать, и отдохнуть уже, потому что действительно уже время такое тяжелое, так скажем. Елена, сколько лет вам сейчас? 46. Супер, почти с вами ровесник, и чуть-чуть помладше вас. Вы говорили, 25 лет шью, и три года назад открыли на дому ателье, да, то есть все правильно я поняла? Ну, да, да. Это последняя попытка была, а до этого еще несколько было попыток каких-то, да? Ну, это у меня было ателье, да, но это после вот второго, это уже давно было, было именно ремонтировать, ремонт одежды был, не ателье, а ремонт, ну, я шила там, конечно, но не так, вот, а теперь я вот категорически не хочу ремонтом одежды, хотя все сейчас говорят, это выгоднее на этом, нет, я вообще это не люблю, я вот, я говорю, люблю вот творить что-то, придумывать, но сейчас, конечно, мне сложно стало с возрастом это все уже реализовать, потому что уже тяжелее, как бы, все это, и здоровье вот у меня чуть-чуть тут подвело меня, вот, поэтому все равно, ну, как бы, я вот хочу что-то именно шить, конечно, а не ремонтом одежды уже заниматься, я закрывалась просто, вот, с декретами постоянно, вот у меня песни, как говорится, то есть вы второго ребенка родили, открыли ателье по ремонту одежды, да, вот оно что из себя происходит? у меня сначала, да, была, это, я пряжей торговала, но потом вязала, я еще вязать, как бы, ну, то есть у меня элементы и вязание, как бы, присутствуют в пошиве, вот, и потом я стала, вот, ремонт, да, одежды, два года где-то проработала, потом я ушла в декрет, потом я опять выходила в ателье, уже просто работала, на, ну, вот, а потом, вот, я еще бухгалтером успела поработать, поучиться после четвертого, но все это не мое, бухгалтером я, ну, вот, после пятого я решила, что я все это, не буду уже больше ничего. Елена, а почему с уходом в декрет не получилось вот ателье схранить, потому что одна работали, тоже помощников не было, да? Да, я одна работала, да, вот, и мы там в другой город переехали просто, вот. А вы сейчас где живете? В Самаре. Ух ты, это город моего мужа, город детства. Каждый год мы там бываем, в этом году летом тоже приезжали. Отличный город, город-миллионник, с большими возможностями. Супер, здорово, очень интересная история. А в каком районе живете? Ну вот на отшибе, так скажем, тут вот живем на окраине, поэтому и тяжело, как бы тоже чисто вот это, физически передвигаться стало. это по московскому шоссе, туда за... А, да, 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 где... Новые, которые строящиеся, жилые комнаты. Да, да, Кошелев, да. Кошелев, супер. Вот у нас там как раз у папы, моего мужа, тоже квартира рядом, дача, прекрасно знаю этот район. А все ваши мысли по поводу открытия, они как раз вокруг этого района крутятся, или хотелось бы... Нет, нет, я не хочу здесь больше. Я как бы, ну тут вот начала, люди тут вообще, собственно, не понимают, и не оценивают, так скажем, мою работу, поэтому я решила... Ну я уже давно хочу, как бы, ну я еще и работала в том году в музыкальной школе, я шила костюмы на хореографию, на театралов, в общем, и как бы и хотела остаться в этой нише, но, к сожалению, там у нас не получилось с директором, в общем, разногласия возникли, вот, и тоже она мой дешево оценивала мой труд, поэтому мы с ней разошлись, так скажем. И я не смогла вот массовые пошивы по этому и открыть, потому что она как бы у меня закрыла все дороги. Как? Ну, как? Вот то, что я ей не подчинилась, так скажем, вот, не захотела на нее работать, поэтому она как бы вот меня уволила, так можем сказать так. То есть это была такая официальная работа, где вы костюмер прям были, да, организовывали, Елена, какой у вас интересный опыт, даже в швейке, свое ателье, работа, в школе, вообще, только многие могут позавидовать такому разнообразию, вообще, многие мамы, многодетные, просто зацикливаются на семье, там уже ждут, когда дети вырастут, вдохнуть спокойно, вы продолжаете искать себя, свое дело, выбираете не только по принципу, что денег принесет, но еще что нравится, поэтому только могу вас поддержать в этом. Так, еще немножко поспрашиваю, вот сейчас, получается, на дому все равно отшиваете, вот эти клиенты, которые приходят сейчас для пошива на дому, они откуда берутся? Ну, у меня в основном клиенты, вот только, ну, по своим, так скажем, вот по, я себя, ну, нигде больно не рекламирую, вот, поэтому, как бы, ну, сейчас ВКонтакте чуть-чуть начала, но, как бы, это тяжело, очень сложно все это время. Согласна. И все равно нужен человек, который бы этим, как бы, занимался опытный, знал, что писать и как, что делать, но пока, вот, привлекаю так, потихоньку, так скажем, надо. Ну, можем вспомнить какие-то вот последние заказы, которые делали, что это было, какая цена? Ну, я вот говорю, последние заказы были костюмы на хореографию, вот, потому что я уже не могла ничего брать. Нет, это не на дому было, а вот на дому что было из тех, кто пришел как мастер? Ну, это было все равно на дому, потому что вот сейчас я уже с мая не работаю там, но все равно ко мне как бы вот, а, ну, я шила последний раз в августе школьную форму, я еще школьную форму шью, вот, всегда по, ну, вот в августе у меня как бы всегда заказывают школьные, но в этом году я очень мало взяла два класса, вот, и так вот своих, кто подруг там, да, кто вот, а так наши подруги, а эти два класса, как вы нашли этих клиентов? Ну, это тоже моя школа, которую я, я давно работала, вот, бухгалтером как раз тоже, и тогда я им, как раз у меня мальчик пошел мой, когда в первый класс, я им отшила тогда всем, вот, и вот так вот потихоньку вот тоже они вот ко мне сейчас обращаются, потом, у нас сейчас открыли новую школу вот тут вот, и я тоже как бы вот по своим девчонкам шила, потому что очень дорогие получали жилетки там с юбками, и я им, и вот они по классам также между собой там мамочки звонили мне, но я в этот раз уже отказывала, потому что я говорю, и вот, ну, много потеряла, как бы, да, клиент, конечно, ну, вот, и я вот тоже, а? Почему отказывали? Ну, потому что я чисто физически уже не могла это успеть, я вот взяла себе, вот, и я уже болела, у меня уже такое состояние очень хорошее было перед операцией, вот, и вот я и хотела сейчас вот думаю, может быть, мне и начать или школьную форму шить, вот сейчас уже, да, то есть вот по этим размерам, которые и принимать заказы именно на школьную форму. или вот начать вот это вот как бы пижамы эти, ну, к домашнюю одежду, пенюары, там, халаты, то есть я вот сейчас купила уже такую ткань необычную, не шелк, не это, а там, ну, у меня коллекция, в общем, уже я так себе составила, вот, или, думаю, все вместе, но, опять же, у меня нет помощника никого, чтобы, сейчас опять я себе надумаю, а потом в результате не смогу, потому что вот многих клиентов я потеряла из-за того, что долго, во-первых, шила иной раз, потому что раз заболеет, там, что-нибудь, вот, и, или там обещаю им, обещаю шить, в результате нет, не могу, там, или там, ну, на месяц даже могу задержать, например, там, вот, и уже от этого, конечно, клиенты это, но все равно они, вот сейчас, конечно, вот даже сегодня мне позвонила клиентка, которая уже давно ко мне, ну, не обращалась, я тоже долго шила вот эту там пижаму, сатиновую, но все равно она, вот, ничего нету, нечего одеть, я не знаю, что делать, нижнее белье, научить меня шить нижнее белье, вообще. Ну, а вот вы говорили, что обучением занимаетесь, это тоже на дому к вам приходят ученицы, которые хотят научиться шить? Не слышу, наверное, да? Елена, зависла у нас? Ага, Елена, про обучение нас начали говорить. Да-да-да-да-да. То есть, еще одно из направлений, которые на дому слышно? Так слышу, я попробую. Так, сейчас вроде ничего, да? Вроде связь на вашем у нас. Что-то. Так, окей, еще вот вы тут скользко сказали, что вы еще учите шить, это именно тех, кого вы хотели в помощники взять, или это люди, которые деньги прям за это заплатили? Ну, ну, это я начала тоже вот в сентябре, потому что когда уже я у меня сил вообще не было шить уже, но я снимала помещение рядом, около дома, и надо было аренду как бы отбивать. Я решила, в общем, найти, кого-нибудь, может быть, найду, чтобы просто приходить там раз в неделю или два раза, три, учить. я, в общем, нашла как бы опять же по своим каналам, вот, нашла двух девочек, трех точнее, девочек-подростков, я их обучала, и, ну, вот некоторые мамочки, вот я говорю, приходили на мастер-классы именно. Вы меня слышите? Да, да, да. Просто у меня изображение пропало. Вот. И, то есть, я им, например, показывала, как раскроить там какое-то, например, изделие, и мы с ними вместе шили. Вот. Ну, то есть, тоже как бы вот получилось, то есть, и некоторые просто так обращались, что там, опять же, вот, все-таки нижнее белье, я хотела, но я уже не успела, потому что все срочно мне сказали. Я все-таки думала, что операции мне не будет, но все-таки вот срочным образом получилось, и я все закрыла совсем и уехала. Вот. Ну, вот, и я говорю, сейчас мне многие как бы вот опять звонят и говорят, давай, учи нас жить. Вот. Я сейчас это отключу, камеру на заряд поставлю, перемещу сейчас. Хорошо, давайте. Чтобы нет. Ну, чтобы вы не пропадали, чтобы хотя бы звук у нас оставался, да, мы так друг друга уже визуально увидели, проще уже. Да, звук не пустить. сейчас фактически выбираете с нескольких направлений. Первое это индивидуальный пошив, правильно? Да. Второе, то есть, например, там форму шить на заказ или все, что угодно, да, индивидуально. Второе направление шить уже пижамы или пеньюары и продавать их как готовые, не по индивидуальному заказу, правильно? Ну, скорее всего, нет, по индивидуальному тоже. По индивидуальному. Да, потому что все-таки это, ну, ткань там дорогая получается, выходит очень. Если брать оптом, то я не знаю. В принципе, можно будет как бы, ну, Но лучше индивидуально. Ну, хотя я говорю, я вот, а я не, я не понимаю, как совместить это, потому что это такие вещи, вот, они одиночные просто, ну, должны быть, на мой взгляд. Вот. Ну, есть еще вот из трикотажа, но опять же, я не знаю, будет ли пользоваться это спросом. Еще вариант трикотаж, у нас школьная форма, трикотаж, домашняя одежда, да? Ну, вот трикотаж, он как бы, и домашняя одежда, это вообще я хотела сначала из трикотажа. То есть, у нас есть сейчас, сами знаете, такие принты, да, красивые всякие, ну, разнообразные, что это можно тоже как индивидуально все сделать. но я опросила вот, ну, по крайней мере, из многих городов даже своих знакомых, и всем оказался актуальный шелк-армани или натуральный шелк, халаты вот эти вот, брюки там, да, пижамы, и даже и сатину лучше, чем из трикотажа. Поэтому я решила пока тогда по опросу других людей, так скажем, шить из шелка. А трикотаж пока вроде как вот на, уже на второй, именно вот такой пошив уже общий, ну, большой, так скажем. Но, опять же, я не уверена, что будет пользоваться спросом, потому что это тоже будет дороже, чем на Амазоне, вот эти всякие пижамы, да, я посмотрела, они там тысячу-тысячу-триста, но это нереально. Как она будет уходить вместе с вашей работой и тканью? Ну, сейчас очень ткань, я, во-первых, я говорю, я выбираю все время хорошие ткани, качественные, ищу там везде оптом, не оптом, вот, конечно, у меня в основном индивидуально получается не оптом, где-то, ну, около двух тысяч, только вот, если, например, там, такая себестоимость без пошива там какого-то, да, то есть именно за все там вот эти вот манипуляции, так скажем, вот, и плюс еще пошив там, опять же, я тоже не могу с этой ценой определиться, потому что я пока не знаю, ну, насколько это будет востребовано, и опять же, как цену назначать сейчас, я просто это в растерянности в этом плане, но давайте вот по тем изделиям, которые уже отшивали по ценам, вот прям здесь тоже очень... Ну, вот смотрите, например, да, вот худи с брюками, да, ну, костюм вот спортивный, я искала вот этот тоже турецкий хороший трикотаж, я вот сама его ношу, да, ну, сама шью уже сколько лет, я, он у меня как новый, вот этот костюм, всем, значит, его предлагаю, так скажем, его демонстрирую, у меня еще дочь архитектор, вторая, учится на архитектор, она рисует очень хорошо, она рисует на ткани мне, на этих худи она рисует, заказы какие-то, вот, сколько у меня получалось, у меня получался этот спортивный костюм от семи до десяти тысяч, то есть за все. А из чего стояла цена? Вот ткань, доставка ткани, сколько из этих семи тысяч? Ну, там доставки нету, но я вот тоже считала, то есть получалось где-то пять тысяч за ткань и пять тысяч за пошив. То есть, если, например, мне предлагались ткани уже, то есть я говорила пять тысяч за пошив, и это, ну, как бы, многим людям это дорого, они пойдут купить, я же за эти пять тысяч могу на Валберес, или на Зоне купить, уже готовый. Я говорю, ну, объясняю, что он не будет носиться, сколько вы хотите там, времени, что он и сядет, и шарушки сразу пойдут, и все остальное, но не понимают люди. Вот, ну, что я, я уже устала просто объяснять, говорю цену, а там уже думаю, как хотите. Здесь все, Елена, здесь может быть именно в этой ситуации выбор самого изделия, да, то есть проще купить несколько костюмов, их менять, чем там заботиться о качестве, может быть, люди так рассуждают, да, просто готовы там за эти деньги несколько дешевых купить, выбросить там после стирки, может быть такая ситуация. А вот, например, про школьную форму, вот два класса отшили, сколько получилось заработать? Ой, ну, на самом деле тоже, я как бы еще взяла те цены, которые были, ну, еще до этого, не учла с этими суматохами, и заработала, конечно, опять же, и почему я и как бы и думаю тоже, вот, заработала не то, что я хотела. В результате. Павелик, больше клиентов не знаем, мы им ничего не расскажем, давайте конкретно, сколько денег? Ну, вот, за жилет я брала, так, а, 1000 рублей. Вот. Потом, значит, за сарафан я брала 2500. Это без ткани? Без, это я только пошив сейчас говорю, они ткани сами покупали. Вот, и это сарафан был на шестой класс, то есть уже подростки такие были девочки, а которые первый класс, там, сарафан был, так, я с них брала 1800. То есть, это было там порядка 20 человек в каждом классе? ну, там нет, получилось, там маленький, там, как частная школа, получилось, где-то 15 человек, вот, в одном классе, вот, и там, по-моему, 10 в другом было. Ну, грубо говоря, 25 человек, мы умножаем, где-то, на 2000 рублей, с каждого, да? Ну, жилетку, да? Да. То есть, у нас 50 получилось примерно, да? Сколько? 50 примерно за пошли. Ну, да, там чуть поменьше, потому что там, да, это, кто-то отказывался, кто-то потом что-то там, в общем, ну, где-то примерно 44 тысячи получилось у меня. А сколько времени отшивали? Ну, отшивала я, я вам, вот, я говорю, что я могу работать только 2 часа в день, если с детьми, вот, ну, у меня вообще не получается, просто дольше, как бы, если они там все в садиках, в школах, то, конечно, я могу быть свободна какое-то время, да, больше, около 5 часов, например, в день. А летом они были дома, конечно, я, ну, если я потратила на это полностью неделю, как бы, вот, если все сосчитать, да, то, наверное, неделю где-то, если сидеть прям целый день. я вот, к сожалению, вот, да, я не могу считать, потому что вот это все время тоже уходит и не хватает на это время. потому что вы по 2 часа шили или неделя, если бы вы сшили это все, там, 8 часов сидели. Да, 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 ну, так я вот, например, взяла этот заказ вам в июле, в конце, где-то 28-го они ко мне пришли, померились, вот, и я это как делаю, то есть у меня уже есть готовые изделия, да, я на них просто меряю и уже плюс-минус там пишу, то есть у меня уже выкрики, это все есть готовые. И, например, я им всем вот так вот отдавала в течение месяца, но в результате, конечно, я потратила на это 2 часа в день шить именно, чтобы что-то, вот, то есть я там, например, 2 часа в день раскроила все эти, там, да, изделия, потом с металла быстренько, и все им там, ну, причем еще с примерками, я все равно делаю с примерками, вот, и, ну, вообще индивидуально подхожу, потому что я им шью на 4 года им хватает, в общем, на 3-4 года им хватает этой формы, вот, и причем при том, что, да, это плюс мне, так скажем, но не материально, а то, что им, и они не понимают, что за это можно, да, больше заплатить, или, и же они 2 раза, ну, или делают вид, что не понимают, конечно, но в этом году я решила, да, что я буду, ну, такие готовые, вот, изделия стоят, вот, например, жилетка около 3 тысяч стоит, то есть я вот шила за тысячу, да, ее, она стоит, ну, там ткань плюс-минус тоже там, ну, может, 500-600 рублей там отдашь за все вместе, вот, и я потом, конечно, себя ругала опять, что я продешевила, муж у меня тоже, конечно, меня ругал, все такое, да, себя коринется что-то, ну, да, это, причем, смотрите, вы используете любые возможности, бухгалтером работали, там заказы получили, здесь кто-то пришел обучаться, вы невероятно коммуникабельный человек, который может привлекать клиентов, даже вообще ничего специального в плане там продвижения этого не делая, это прям ваше сильное качество, то есть люди хотят отшиваться, они хотят у вас, да, шить, то есть здесь вот правильно вопрос, да, что мне выбрать, то есть создается впечатление, что, что бы вы ни выбрали, клиентов вы найдете, здесь восстановка вопроса, а что будет выгоднее, с чего начать, да, правильно? да, да, ага, Елена, ну смотрите, я смотрю по этому заказу, по школьной форме, там с учетом занятости, что там всего два часа в день летом, сколько примерно в месяц получается зарабатывать, там около 30-40 тысяч? Ну да, где-то так получается, на костюмах у меня, конечно, было уже больше, я могла до 100 тысяч заработать, вот, то есть у меня было, но опять же, это все действительно временно, и это занимает очень много вот этой вот энергии, такой физической, то есть надо придумать, надо с ними съездить, 10 раз померить, то есть это очень физически тяжело, вот, поэтому я и подумала, что нет, была бы молодая, без детей, я бы, конечно, этим всем занялась, вот, а тут вот, как бы, теперь, конечно, я остановилась на школьной, но опять же, это все-таки сезонный такой, как бы, товар, и опять же, не знаешь, как они себя поведут, клиенты, они еще не хотят ехать в город, вот за этими жилетками, там они в городе, в центре, то есть очень все равно проблематично отсюда доехать летом, тем более не хочется, все отдыхают, и я как бы вот все-таки думала, если бы, опять же, я предлагала директору, но он, естественно, выбрал фирму, которая этим всем, там, московская, вот, занимается этим всем делом, они шьют вот эти все там формы, фабрика у них, вот, но он не отказал. В Самаре много школ, что там говорить, это не единственный директор, и школа не одна. Нет, это-то понятно, да, вот, но, как бы, вот, опять же, я, у меня есть, да, такой вот тоже, как бы, комплекс, так скажем, психологический, что я что-то не так сделаю, не так сошью, боюсь чего-то, что у меня что-то не получится, все равно у меня такое почему-то есть. Хотя... А что, если что-то не так отошьете? Ну, я очень такой переживаю, мой человек, все это крючу, вот, верчу, переживаю постоянно за то, что там что-то я не так, может быть, хотела так сделать в результате, ну, в общем, очень я эмоционально переживаю все это, поэтому иной раз даже стараюсь никуда не влазить уже, потому что, чтобы, как бы, это исключить, вот, и, ну, вот, тем более, что, как бы, вот, вот эти вот отношения с директором, очень для меня, конечно, тяжело, вот это было, что, тем более, я там все так хорошо шила, вот, многие даже хореографы мне говорили, что у нас не было такой ни разу шви, которая бы все делала, как мы говорили, вот, ну, конечно, это мне было приятно, и я, как бы, вот, ну, даже свою, опять же, самооценку повысила очень сильно, но, можно сказать, она меня опустила опять, да, ниже плинтуса, как бы, тяжело мне это было воспринимать, я очень полезно переживала, поэтому сейчас, после этого, я вообще, как бы, даже, может, и не хочу в это больше ввязываться, во все вот эти вот, как бы, работать там со своими, даже, может, и рекламу я поэтому не даю, потому что, мне, как бы, со своими клиентами уже проще, которых я знаю, спокойно с ними, но все равно они малобюджетные, как бы, и поэтому я хочу, чтобы уже повыше уровень в городе уже это делать. Угу, это понятно. То есть, вот вам вообще, какая стратегия-то более близка? Вот можно развиваться одной, да, и здесь какой смысл? Если вы хотите продолжать работать одной, то здесь важно вам найти клиентов, которые будут платить много, потому что ресурс ограничен, определенное количество часов в день, можете работать, ограничены там по району, по доставке, то есть, здесь либо искать богатых клиентов, да, которые там, кто-то сам к вам приезжать будет, или дистанционно как-то отправлять, то есть разные варианты, либо другая стратегия, стратегия предприниматель, где у тебя есть помощники. Эти помощники могут быть в пошиве, помощники могут быть в продвижении, в коммуникациях, там, вы не хотите ехать, а она поехала, всем примерки сделала. То есть, вам какая стратегия ближе, одной или в команде? Ну, скорее всего, одной, я говорю, потому что в команде я еще, не знаю, может быть, я не могу руководить, потому что, ну, как мне муж говорит, потому что я слишком мягкая, так скажем, слишком, так скажем, такая, как бы, нетребовательная, вот, ну, в своих, как бы, в своих знаниях-то я требовательна, да, вот именно, чтобы этот человек сделал, как-то его убедить в этом, что многие, вот, ну, сколько у меня было, не смогли мои требования выполнить, так скажем. А что это за требования были, Елена? Ну, обычные требования, как бы, знаете, то есть я объяснила, что надо шить конкретно и как это сделать, потому что я уже это прошла, да, процесс, например, там у меня было 20 платьев народных, вот этих вот, да, я их, естественно, не успевала, я уже все практически шила, мне осталось просто собрать это все, то есть я уже померила, просто собрать, я дала несколько платьев на пошив, уже другой, пришла ей, все объяснила, потратила время, да, то есть привезла, объяснила, вот прям расписала конкретно по операциям, сказала, какие мои требования, чтобы все совпадали, вся тесма совпадала, да, ну вот, в результате, получается, я приезжаю, ничего не готово, ой, я не успела шить, что-то сшила, но это все косо-криво, опять же, не совпадают эти вот швы, и я все это заново переделываю, потому что я не могу, ну, отдать, вот, пусть он даже не обратит внимание, но для себя я не могу это позволить, для себя лично, даже, я даже не успеваю. Сами сказали, эмоционально переживаю, болезненно воспринимаю, да, то есть понятно, а как вот эти товарищи, которые вам костюмы-то собрались шить, откуда они появились? Ну, это тоже такая, это, как сказать, там по знакомым как-то, я тоже не решаюсь давать объявления, вот, потому что, ну, не знаю, смогу ли я, во-первых, оплатить, как бы, вот, ну, этому человеку работу, да, дать какую-то, тоже боязнь вот эта у меня, а вот, и опять же, теперь у меня справлюсь я, как бы, справится он с моими требованиями или нет, вот, ну, как по пошиву именно, ну, в основном, вот, я говорю, то есть по знакомым тоже вот так вот, в группе вот, потом я шила еще, помогала для военных вот шить, и там тоже вот, ну, искала, тоже, может, думаю, там найду себе кого-нибудь, вот, оказалось, ну, там есть девчонки, которые шили, они говорят, тут приходят только такие, что, ну, вроде как, не умеют шить, ну, и действительно потом, в общем, вот, что я, опять же, научила, хотела, вот, такой клич, так скажем, тоже, по мамочкам, девочкам, подросткам, что зачем идти куда-то, ну, учиться там, непонятно на кого, да, если можно сейчас, уже в школе, участь, да, и потом продолжить это в техникуме или в лицее, там сейчас колледже, и зарабатывать уже, объясняю, вы уже будете зарабатывать, вот они у меня отшили, за два месяца мы с ними уже научились, они молодцы такие, вообще, просто девчонки, 14-15 лет, вот, объясняю, не понимают, не мамы наши, которые вот сейчас вот, нет, я говорю, ну, конечно, лучше эти делать ногти, сидеть, все равно, это, на мой взгляд, говорю, даже нюхать вот это, спину себе надрывать, вот, чем шить, вот они там, отдаю в эти ногти, это все востребовано, а шить это все фигня, вот, ну, убедить тоже, очень тяжело, вот, давайте на этом остановимся, Елена, что я обратила внимание, да, вот, почему сейчас на эти внимания, на это внимание обращу, потому что сейчас я могу вам дать конкретные стратегии, вот можно так, вот это шить, можно вот это шить, рассказать, как сделать анализ рынка, небольшой, да, но на самом деле, вот есть у нас опыт, наша база, которую, вот, чем бы мы ни занимались, какое бы мы изделие не отшивали, чем бы мы ни занимались, мы этот опыт с собой берем, вот нам никуда от этого опыта не деться, и если мы обратим внимание на какие-то моменты, которые нас тормозят, нас останавливают, и просто о них будем больше думать, стараться их изменить, то у нас все меняется полностью, меняются все вообще процессы, как мы объясняем, кто к нам приходит работать, какие клиенты к нам приходят, да, только из-за того, что у нас что-то внутренне меняется, вот у вас очень много энергии, очень много вы делаете в плане разных поисковариантов, да, но уже за 25 лет были разные попытки, и вот, к сожалению, за 25 лет пока ничего такого стабильного, что приносило конкретно желаемый доход, ну, не случилось. Мы можем сказать, что это благодаря тому, что там дети рождались, и это очень положительное изменение в жизни, да, но в целом это отсутствие системы, которая позволила бы вам зарабатывать, да, вот здесь у нас какие тут моменты? Вообще, для чего люди идут отшивать у вас изделия? Вот для чего? Смысл в чём? Ну, как индивидуальный пошив, то, что именно на их размер будет, опять же, ну, дешевле, я так думаю, они думают, что будет, ну, вот. А реально на индивидуальном пошиве можно экономить? Ну, я думаю, нет. В том-то и дело. Вот, а зачем шить должны прийти учиться? Всегда ли должны прийти учиться шить, чтобы получить профессию? Ну, как бы нет, конечно, чтобы ещё делать, ну, свои какие-то потребности, шить. вот. Вот. В основном-то и заеду. Что? Вам нравится шить? Да. То есть, ради удовольствия тоже можно пойти учиться шить. А кто нам согласен больше? Тот, кто хочет профессию получить, на этом зарабатывать, и сейчас экономить? Или тот, кто сейчас хочет научиться шить, потому что есть возможность, и хочется в жизни больше удовольствия? Ну, наверное, да. Кто хочет просто для себя шить. В индивидуальном пошиве кто больше заплатит? Тот, кто хочет экономить на индивидуальном пошиве, или тот, кто хочет какую-то невероятную, крутую вещь, которая будет только у него? Ну, да. Да? Точно. Посмотрите, какой получается нюанс. Мы изначально, во всём, что мы делаем, даже школа элитная, мы им даем, крутые изделия предлагаем, 3-4 года, да мне такое не снилось. Я на каждый год своим пацанам покупаю две пары штанов, потому что через полгода они вырастают. Девочки тоже мы меняем, там юбка сарафан в поясе начинается, не всегда можно распустить. То есть это дети элитной школы, частной школы, школы, где сами родители платят за обучение, да, у них есть деньги. Мы мочеваем по суперэкономной цене, ну, фактически, да, то есть с учётом возможностей. То есть мы хотим, получается, мы либо бедной аудитории предлагаем костюм за 10, который на Вайлдберри стоит 2, либо мы предлагаем людям, у которых есть деньги, что-то эконом, что им тоже не подходит, фактически, и они не видят в этом ценности. Вот здесь есть некоторое противоречие. Нам надо, чтобы то, что мы предлагаем, подходило тем, кому мы предлагаем. И факт не только в том, что мы будем предлагать конкретно, а вопрос ещё и кому мы это будем предлагать. То есть что бы мы не предлагали, какие бы мы модели не задумали, форма, домашняя одежда, трикотаж, шёлк, неважно, нам надо понимать, кому мы предлагаем и искать именно их. То же самое, смотрите, в жизни у нас получается так, что у вас-то все для этого условия, вообще у вас все есть возможности стать руководителем. Вы договариваетесь с директорами. То, что там какой-то опыт случился и конфликт, это одно событие, которое невозможно сделать так, чтобы оно стало для вас барьером. Потому что кроме этого события есть ещё миллион подтверждений, когда вам получалось находить общий язык с вашими заказчиками, с вашими руководителями. Вы сейчас тоже об этом рассказывали, как вас хвалят ваши клиенты. И одно событие, оно, конечно, было болезненным, оно было триггерным для вас. Но почему этому событию одному можно позволить всю свою жизнь теперь менять согласно того, что мы не должны что-то делать, если у нас было такое событие. Бывает так, что нам там кто-то знакомый говорят, муж я, вот муж говорит мягкая. Ну какая Елена же вы мягкая? Если у вас столько даже попыток своё дело организовать, на это способен только сильный человек с крепким стержнем внутри. Представьте, что если бы вот эти товарищи, которым вы сарафаны бы отдали шить, прежде чем вы их отдали бы по знакомству, к вам пришло 50 разных мастеров, и у вас была возможность их протестировать. Ну допустим, вы бы им дали задание там, я не знаю, какая там операция на этих сарафанах была самая важная. Ну там, типа, если бы у меня был заказ. Вот тесьму пришить, вот тесьму вот эту пришить, её ровно, чтобы она совпала. Кусочки ткани дали, пришить тесьму, да? То есть вот из 50 швейников, которые к вам пришли, ну наверняка двое-трое человек нормально бы это сделали, правильно? Здесь получается, из-за того, что этим постоянно просто не занимались, получается так, что доверились людям, которые там через кто-то сказал, что они опять кто-то сказал, смотрите, что они профессионалы, отдали, и опять страдания, опять это событие стало триггерным, оно вас задело, оно болезненно, вы переделывали, да? И оно опять повлияло на то, что нет, я теперь отказываюсь от всех, я только одна. А, Елена, не хочется, конечно, говорить категорически, потому что здоровье, наша жизнь, это то, ну что мы не можем предусмотреть. В любой момент со всеми может быть, что угодно. Но иногда здоровье наше даёт сбой именно потому, что организм сопротивляется тому, что мы делаем. Такое часто бывает. Поэтому вот всё, что вы, о чём вы рассказали, что вы эмоциональны, что там вы цены назначили, о себя вините, там переживаете, это всё сказывается на здоровье, совершенно точно. Елена, вот кроме, вот вы просто потрясающую работу уже проделали, столько много разных вариантов, вот я уверена, потом мы попросим девочек, кто сегодня у нас здесь есть, дать обратную связь. Ну я вас знаю, сколько здесь, около часа примерно. Я в восторге. Скажите, вы какие-то курсы проходили вот по тому, как привлекать клиентов, там, как строить своё дело? Ну я проходила курсы вот на мой бизнес, у нас был такой государственный вот этот конкурс, так скажем, с наставниками. У меня был вот курс, три месяца с наставником, у нас здесь вот в Самаре, онлайн. Я с Русланой Сукаевой была, она меня взяла, как бы так скажем, вот, и, конечно, она вот мне очень давно подала, у неё швейное производство, уже давно, вот, и, ну она меня вот, как бы мы с ней тоже искали, искали, вот этот вот нишу, так скажем, вот, что мне именно определиться, она мне там тоже давала какие-то образцы отшивать, но нет, я поняла, что вот именно то, что действительно таком, на индивидуальном, и вообще вот какие-то вещи создавать такие, я лучше, ну как бы себя чувствую, так скажем, аморально, и, и действительно, она мне тоже тогда сказала, говорит, ну или семья, или бизнес, потому что, ну как бы это всё тяжело совместить, конечно, вот, поэтому я тоже, как бы, ну в основном, я, конечно, сама общаюсь, у меня, да, я вообще, как бы такой человек, я делюсь своими знаниями тоже, и у меня опыт такой с детьми большой, вот, и я, ну как бы, со всеми пытаюсь как-то об этом разговаривать, общаться, поэтому и как-то вот, но не хватает вот чего-то, я не знаю чего, наверное, действительно. чего не хватает? Ну вот, именно, чтобы как-то преподнести, что ли, я не знаю, чтобы люди как бы, ну, больше стали, так скажем, доверять, что ли, или как-то, я даже не знаю, вот я, как-то объяснить, и сейчас вот хочется, на данном этапе, уже у меня есть помещение, ну, как бы, которое меня ждет, так скажем, и хочется уже как-то его сделать, чтобы соответствовало уже высшему уровню, так скажем, и уже привлечь таких клиентов, которые как бы уже другой уровень был, вот, а как это сделать, я вот пока не очень, ну, как бы, могу понимать. Елена, вообще, в индивидуальной работе, когда ты работаешь один, без команды, есть только плюсов, ты ни от кого не зависишь, ты делаешь все сам, все зависит от твоих рук, от репутации, но получается так, что у нас, мы все равно, ну, конечно, с горанием, проходим, да, вы прошли уже это, вы уже насладились этой индивидуальной работой, и вам надо переходить на новый уровень, вам нужно начать с первого помощника, вам надо пересчитать цены, вам надо понять, что хотят клиенты, вот смотрите, вы уже делаете к этому первые шаги, но делайте это так, как вы можете, вы сказали, вы опросили много людей из разных городов, такое исследование аудитории провели, да, вот здорово, когда нам наши знакомые говорят, да, я хочу это, и мне это актуально, и к этому еще деньги прилагают, если они своим рублем проголосовали, вот все, что они вам говорят, это и желание вас не обидеть, вам понравиться, сохранить с вами отношения, поэтому бывает так, мы там открываемся, с учетом того, что мне пять из моих подруг сказали, что это круто, и я буду к тебе ходить, а потом что-то ни одна не пришла, да, вот это было с пошивом, с обучением, все сразу кричали, Лена, давай, давай, мы к тебе будем учиться ходить, в результате из своих там, ну, никто не пришел, ой, некогда, ой, там это, 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 с кучей отговорок, в результате пришли люди, от которых я совершенно не ожидала, что они придут, вот, поэтому я тоже вот, и с ними-то понятно, что я там общаюсь, как бы, но тоже доверять я не могу, это тоже вот такой, да, момент. Абсолютно. Илья, смотри, чего вам не хватает, у вас сейчас ключевая история, это не выбор ниши, вам не хватает бизнес-знаний, я, к сожалению, не знаю человека, про которого вы говорили, качестве наставника, который вам достался, наверняка он хороший специалист своего дела, у этого наставника есть профессиональное швейное образование? Нет, в том-то и дело, вот понимаете, я была в шоке, когда сказали, что, она мне сказала, что у нас в шитье вообще ничего не понимает. Вот, я вам про это же намекаю, я тоже в шитье мало что понимаю, и здесь иногда очень важно, почему вот сейчас я вас переключаю с выбора ниши, потому что важно, вот вам нужно освоить несколько инструментов, вам нужно освоить анализ аудитории, выбор ниши, не через то, что там как бы вы двух знакомых опросили, а через конкретные инструменты, вам нужно освоить, как привлекать клиентов современными способами, ВКонтакте отлично, но ВКонтакте вам сейчас с нуля не приведет клиентов, это долгий путь, пока у вас эта социальная сеть будет раскручиваться, один-два клиента, плюс есть другие инструменты, есть реклама, которая быстро вам поможет это сделать, там бесплатных площадок очень много, надо научиться принимать людей, начать с первого помощника, начать с первых размещенных объявлений, поиска клиентов, чтобы выйти на новый ценник, вам просто не хватает бизнес-знания, вот вам нужно еще бизнес-знания, и вы потом любую свою идею сможете реализовать, если будут люди у вас помощники, начнете с одного, потом все свои идеи, которые есть, сможете реализовать, но сейчас у вас вопрос не выбора ниши, как вам, отзывается? Ну, наверное, да, все-таки вы правы, смотрите, есть такая история, вот недавно тоже смотрела разборы, как бы по своим, тоже я, мы тоже растем, развиваемся в нашей школе, вот такую фишку услышала, вот есть, например, бизнес сейчас, который у меня есть, это бизнес там первого уровня, бизнес 1.0, и есть бизнес 2.0, в котором я зарабатываю больше, у меня там больше возможностей, дохода, но то, что я имею, сейчас имеет версия моя, вот то, что я сейчас могу, мои навыки 1.0, привели меня к тому, что я умею в своем бизнесе 1.0 зарабатывать столько, сколько я зарабатываю, если у меня добавляются новые навыки, я начинаю строить совсем другой новый бизнес, и там я имею новый результат, понимаете, в чем дело? Поэтому вот эти моменты очень важны для того, чтобы вы поняли, что здесь не от выбора ниши, а от ваших личных навыков, от ваших личных, вот этих бизнес-знаний. Елена, что сегодня с собой заберете? Какие выводы сделали? Какие, может быть, открытия? Что себе зафиксировали? Сейчас какое первое впечатление? Вообще, какое настроение после разбора? Ну, конечно, я все время вдохновляюсь, когда прохожу вот такие вот встречи на новые как бы начинания. Тем более сейчас, я говорю, у меня вот все равно хоть и отдыхаю, но идеи у меня приходят, так скажем. И я вот хотела у вас еще спросить, вот если, например, какое правильное решение я приняла, что хочу устроить показ вот этих вот моделей, как подиум сделать такой вот, ну, так скажем, и показ этих моделей, чтобы обо мне именно просто узнали сначала. А это... И сделать несколько моделей. Это в рамках какой-то самарского мероприятия? Да. Или в рамках чего? Ну, да, вот именно как бы меня поддержат некоторые тут в Самаре люди, которые как бы вот меня тоже постоянно поддерживают. Вот. И, так скажем, именно разрекламировать, так скажем, меня. Вот. И устроить вот этот показ, я решила, как бы вот этого нижнего белья, да, и пенюаров, и халатов, в общем. Вот. И вот меня тоже вот спрашивают, я сама себя спрашиваю, с какой целью, ну, это сделать, да, заработаю я на этом денег. Конечно, надо сначала, наверное, просчитать было конкретно, я думаю, что это мне будет стоить, и сколько прибыли я за это получу. И, ну, моя цель, конечно, чтобы обо мне сейчас на данный момент узнали. Вот. А потом еще как бы сделать дополнительные модели, уже не на... То есть я хочу именно делать не на фотомодели, да, а на именно уже на клиентов, которые будут показывать сами эти модели. Ну, там еще другой секрет. Красный. Сейчас все разберем. Вот. То есть это будет все, ну, как бы вот уже выкуплено, так скажем. И сделать несколько уже таких халатов, пижам уже другого типа, да, и как бы уже продавать вот на этой встрече, так скажем. Вот. Но я не уверена, опять, что их купят. Но, конечно, если бы их купили, я бы знала заранее. Вот. Но у меня уверенность, что придут какие-то люди и купят это сразу. У меня вот в этом нет уверенности. Елена. И это меня как бы тормозит. И так вот это мероприятие будет вам денег стоить? Ну, как бы, я бы сказала, вот только такие формальные вопросы, там, например, вот обставить сейчас вот этот вот офис, да, свой, студию. Ну, такие вот не очень дорого, так скажем, это все будет стоить. Ну, а вот эти люди, которые вам предлагают продвигаться, они на какую часть себе берут? Организации или что? В чем их? Нет, там как бы благотворительная организация, вот. И фотомодели это будут там, ну, люди, которые как бы согласятся именно, то есть бесплатно. Вот. И в том-то и дело я хочу показать, что вот это нижнее белье, да, такое красивое, не для кого-то там, да, что могут все это себе позволить. Ну, по крайней мере, купить там, заказать все равно. То есть у каждой женщины должно быть вот эта вот вещь. Это круто. То есть наша благотворительная организация какими-то кустарными способами предлагает нам собрать аудиторию не очень богатых людей, чтобы мы продали дорогое нижнее белье. Ну, нет. В том-то и дело, что модели будут... В том-то и дело... Я, может, говорю, как себя успокаиваю, я не знаю опять, но вот модели и, да, вот эта аудитория, они будут не очень, да, богатые люди, так скажем. А те, которые вот люди мне сейчас дали помещение, у них много своих клиентов, как бы, да, там, и людей, ну, уже повыше уровня. И вот именно, что на показ именно я хочу пригласить людей, клиентов, так скажем, уже состоявшихся, так скажем. Но мы на этот показ не готовы тратить деньги, и мы хотим их чем-то удивить, правильно? Елена, смотри, почему я не готова? Просто я понимаю, вот в голове мешанина от возможностей, миллионы идей. Вы можете реализовать любую из них, но вам для каждой идеи нужны бизнес-знания. Даже если мы сейчас это мероприятие будем рассматривать с той точки зрения, что даже, вот, представляете, все получилось, пришли миллионеры и завалили вас заказами. Вот как вы будете все успевать, если у вас нет помощников? Ну да, я об этом тоже думала. Для подготовки к мероприятию вы потратите кучу своего времени на пошив изделий, которые, возможно, у вас никто не купит. Вот это я тоже боюсь этого. То есть, понимаете, когда у нас появляются навыки, мы немножко по-другому на все вещи смотрим. Вот это мероприятие мне выгодно или не выгодно, вот эту машинку мне сейчас покупать или не покупать. Что мне сейчас делать? Набирать группу по обучению или отшивать пижамы из той ткани, которую я купила, понимаете? Для этого надо чуть больше новых навыков. Вопрос, ничем заниматься. Вопрос, как? Девочки, кому отзывается? Давайте мы сейчас тоже вас подключим. Да. Кто-то у нас с вами есть. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Вот Ляля написала. Есть такое понятие, как линейный персонал и управленец. Для начала нужно выйти с уровня линейного профессионала на уровень управленца и навыки. Вот для того, чтобы выйти, тоже навыки нужны. Если есть страх, есть негативный опыт в том, что с сотрудниками не получалось, иногда с клиентами не получалось, разговоры знакомых, родных, близких, которые не всегда позитивны. Как в себе эту уверенность взрастить? Через навыки. Мы учимся считать, мы учимся продвигаться, мы учимся руководить. И так или иначе мы становимся управленцем или просто даже профессионалом, но другого уровня, который по-другому на все процессы смотрит. Поэтому согласна с вами. Девчонки, включайтесь. Кто хочет комментировать? Есть ли у нас с похожими историями? Есть ли у кого тоже такая каша, миллион идей? Не знаю, что выбрать. Куда бежать? Ага, да, Ирин. Добрый-добрый день. Спрашиваю, праздник новогодний. Да, очень знакомо, очень все хочется, а больше всего страшно, что вдруг не получится. И вот я сейчас взяла себе паузу просто в плане того, что все-таки успокоиться, отдохнуть на праздниках и все-таки определиться. Потому что даже в написании бизнес-плана я проходила обучение. Очень рада тому, что я его прошла. Ну, вернее, прохожу и попала в эту команду. Шить выгодно. 22 поток у меня. Даже в написании бизнес-плана. У меня сначала вся картинка у меня сложилась, потом страх, что сейчас... Ну, то есть, буду откровенна. То есть, у нас получается, что я уже два раза вкладывалась в бизнес, достаточно крупные суммы. Вот. У меня сейчас небольшой цех швейный. И получается то, что у меня не было знаний управленческих, ну, этим цехом. Два раза как бы оно все уходило в минусы. Просто в минусы, да? И третий раз страшно делать. Ну, опять деньги. Я понимаю, что единственное сейчас... Ну, мой тыл, так сказать, это моя вторая половинка, которая говорит мне, мать, ну, давай сейчас ты доучишься, доделаешь, и мы все сделаем. Все правильно? А все равно страшно. Все равно страшно идти вперед. И вот... Но надо идти вперед. Это другой выход. Просто вот определиться с тем, что нужно. И вот идти. И не отказаться от твоей цели, если она вам близка. В самом деле. Единственное, может быть... Ну, вот я сейчас пришла к тому, что, наверное, выберу все-таки то направление, которое будет менее затратно для меня в плане финансов, чтобы не было так страшно там складывать миллионы какие-то, да, в свой бизнес. А вот именно минимальные какие-то моменты. Вот. Поэтому вот как-то вот так вот. Спасибо за комментарий, Ирина. А я все порывалась спросить. Вот забыла об этом тоже поговорить. Вот вы нас когда выбирали как курс, вы почему выбрали именно шить выгодно? Ну, мне понравилась то, насыщенность курса какая идет, наполняемость. То, что, ну, было заявлено с вашей стороны, мне это понравилось. Ну, отзывы других участниц, те люди, которые уже достигли у вас, ну, то есть пройдя курс, или вы вышли на новый уровень, или стартовали с вашего, после прохождения вашего курса. Потому что, ну, действительно, наполняемость курса очень хорошая, знаний очень много. Я сейчас, ну, могу сказать, что есть какие-то моменты, которые мне именно как-то производственнику, да, я выбрала это направление, именно производство. Есть какие-то моменты, которые я хотела бы уточнить, но я о них не спрашиваю, почему, потому что я еще не до конца все бонусы, которых там просто нереальное количество просмотрела. Возможно, там есть ответы на те вопросы, которые меня интересуют, там, по выходу, предложим, на тот же какие-то marketplace, в плане, как выходить, какая документация нужна, там, скорее всего, оно все это есть, или там, когда мы берем заказы, которые должны быть, да, на предоставлении той или иной услуги. Но я думаю, что я найду, и если найду, то вы всегда на связи, и ребята, которые проходят курс, тоже на связи, и кто производственник, я так думаю, что они мне помогут ответить на эти вопросы, вот, поэтому... Ну, чего бы, что было, вот самое-самое главное, почему? Самое главное, почему именно ваш курс? Я, наверное, сейчас не отвечу, так, ну, не знаю. Мне кажется, ваши все-таки опыты, то есть мне понравилась программа, подача программы, ну, то есть как вы ведете этот курс, именно ведете участников образовательной программы, с какой заботой вы подходите к этому участию, ну, то есть, вернее, ну, то есть к участникам, которые принимают обучение у вас. Блин, ну, я не знаю, есть человек такой, который... Бывает такое внутри, вот здесь отзывается, значит, надо идти. Вот у меня позвалось это здесь, вот, поэтому я говорю, надо идти, вот, надо идти. Супер. Я все спасибо. Если все моментом, напишите. Интересно. Супер. Девочки, кто еще у нас с мыслями по выбору ниши? Вот сейчас завис. Кому то, что мы с Еленой сегодня обсуждали, вот, может, кому-то тоже навыков не хватает. Чувствует, что тот опыт, который был негативный, он мешает, он повлиял на то, что есть, сложно его преодолеть, новые действия тяжело делать. Если есть такие, давайте, обозначайтесь. Елен, ну, пока обратной связи нет, давайте от вас обратную связь. Что с собой забираете? Какие выводы будете делать? Или уже сделаете? Ну, наверное, действительно, пока подумать, как это все, не торопиться и составить бизнес-план, наверное. Ну, я думала об этом, да, что я знала, и знаю, что мне не хватает вот этих вот навыков, которые, в чем и секрет, так скажем. Вот. Но пока, к сожалению, кого-то найти, ну, и ваше обучение, конечно, оплатить я, к сожалению, не могу. Вот. Нет возможности. Ну, варианты есть всегда, на самом деле, да, Ирина? Что хотела сказать? Вот по поводу оплатить, это, наверное, было еще один из, ну, наполняемость курса и оплатить то, что можно в рассрочку, и помогли, ну, службы заботы это сделать. Правильно? Я взяла тоже в рассрочку этот курс, потому что на тот момент я не могла заплатить сразу, вот, в связи с этими своими этими. Поэтому это очень удобно. Мне вообще-то никак, не абсолютно, ну, не напряжено для моего бюджета, ну, грубо говоря. Поэтому это вот было тоже ключевое, что можно было взять в рассрочку курс. Супер, спасибо большое, Ирина, за обратную связь. Ну да, там можно на 24 месяца, там платеж 7 тысяч рублей в месяц выходит, так что это вы такие, не вот те какие колоссальные деньги, но это то, что двигает и дает результат. Елена, ну что, есть над чем подумать, мы отправим вам обязательно запись этой встречи, чтобы вы тоже, может быть, какие-то моменты для себя пересмотрели, отследили. Ну, еще раз хочу посмотреть, сейчас не выбор идей, а подбор способов, как, через что, через прокачку своих новых навыков, с тем, что вы уже умеете, вы многого достигли. Если хочется больше, нужно начинать уметь что-то еще. Спасибо большое. Интересный разбор для тех, кто сейчас был, кто в записи смотрел. Спасибо вам большое за участие. Вам тоже спасибо. Супер. Так, следующая у нас была Светлана Щербакова. Она у нас с нами или отключилась уже? Так, еще у нас Ирина. Следующая, кто писал про разборы. Если девочки, сейчас у нас немножечко затянули, да, у нас есть еще возможность еще одного человека сегодня разобрать. Время у нас есть с вами, у меня есть время. Так что, пожалуйста, кому сейчас интересно, пишите в чат, чтобы мы сейчас как раз с вами... Ну, надо включить камеру, надо включить обязательно микрофон для того, чтобы можно было взаимодействовать. Проведем с вами первую такую встречу, как сейчас было у нас с Еленой, для того, чтобы какие-то моменты подсветить. Обычно у нас такие встречи бывают и в индивидуальном формате на первой встрече тех, на первой неделе обучения тех, кто нам на курс заходит, шить выгодно. Так, Ирина у нас появилась. Ирина, тоже о сет заявляли? Да, я заявляла, но мы сейчас уже косвенно разобрали. Это вот именно то, что после прохождения курса мне он очень помог, сказать, осветил те моменты, которых я раньше даже не задумывалась, да, в плане ведения своего бизнеса. Но сейчас я уже это понимаю, вот я вижу вот этот весь рейный бизнес как вкусный, красивый тортик теперь уже, да, только там есть кусочек с цветочком, есть с цыпленком, а есть там с мышонком, грубо говоря, с бельтенком. И вот с какого кусочка начать, для меня это сложно, но вот, ну, Елена сейчас сказала, что нужно подумать, взвесить что-то, то есть, да, это правильно, что нужно подумать, взвесить свои силы, но, ну, это мой опыт, я просто, почему сейчас меня еще это как бы гнетет, то, что те идеи, которые у меня были там когда-то, которые я не воплотила, кто-то уже воплотил их за меня, и я как бы потихоньку залил эту нишу, то есть, как говорится, куй железа пока горячо, ну, вот по факту, поэтому откладывать свои, ну, свои какие-то задумки в долгий ящик, ну, мне сейчас уже очень не хочется, и я просто вижу, сколько времени я потеряла, почему я не встретила только за раньше, очень жаль, вот, поэтому мы как-то уже, мы уже забрали уже эту тему, сейчас вот на, как бы, с Еленой то же самое, что не может определиться, у нас тоже сейчас такой момент, потому что я не совсем уверена в своих знаниях, в плане, это Елена большой опыт в шитье, ну, насколько вы помните, у меня вообще нет, я не умею шить, для меня это вот некоторые моменты, аспекты, конечно, именно техники, шитья, кроя, для меня это все сложно, поэтому я понимаю, что мне тут нужно будет больше специалистов нанимать, то есть это больше фонд заработной платы, вот это меня пугает, да, но я себе говорю, Ирина, все получится, мы сейчас все просчитаем, потом еще допишем бизнес-план, встретимся с Ириной Казицыной, она покажет все сильные и слабые стороны, вот, мы все перекроим, все сделаем, и все получится с тобой, поэтому надо идти вперед, воплощать свои идеи и мечты в жизни с помощью золотого портного, я согласна, когда мы деньги тратим, мы просто деньги тратим, а когда мы думаем и тратим время, мы жизнь свою тратим, по факту, жизнь проходит, а когда деньги, это просто деньги, то, конечно, время это максимально ценный ресурс, можно остановиться на какое-то время, но если ты такое решение принимаешь осознанно, да, не просто потому, что я не знаю, что делать, ну, то есть по причине каких-то обстоятельств, тогда остановка это смерть, хорошо вам, Ирин, догулять, праздники, мужу привет большой, как он, выписался ли еще в больнице? Выписался, на рыбалку уже поехал, в пастухне весна, вы же знаете, Ирина, прекрасная солнечная погода, а там еще я прочитала в чате с 4 по 8 января, самое лучшее время для рыбалки, так что, вот он там, Супер, хорошо, привет вам большой, обязательно, так, еще у нас одна Ирина тоже хотела на разбор, писала, Ирина, не помню вашу фамилию, латинскими буквами у нас, Ирина, у меня немножко просто с камерой, видимо, что-то какая-то проблема, поэтому я в темноте, вот, где в настройках найти, обновить, я, к сожалению, пока не могу найти, вот, но могу сказать, да, могу сказать на словах, почему я здесь, с той целью, вообще изначально обо мне, я вообще работаю в той же швейной промоузке, в той же швейной промышленности очень давно, закончила институт по образованию инженер-технолог швейного производства, всегда работала наемным сотрудником, то есть сейчас, в принципе, как бы занимаю руководящую должность, но все равно наемный сотрудник, естественно, как бы очень давно меня посещает мысль и идея открыть свое дело, и какое-то время назад после декрета я принимала заказы дома, шила индивидуально, потом переехала в Москву, и, собственно говоря, здесь вот уже работаю, как бы достигну каких-то определенных целей в плане профессиональной своей деятельности, но идея все-таки открыть свое дело, и это по большей части это швейный цех и массовое производство, меня не покидает эта мысль, но дело в том, что по стечению жизненных обстоятельств, как бы я сейчас одна, и мне чисто психологически мне сложно решиться на этот шаг, потому что поддержки какой-то со стороны, естественно, не будет, вот, и здесь, как бы, нужно говорить, или пан, или пропал, то есть, ты в это входишь в это дело и занимаешься им, вот, либо, как сейчас, работаешь наемным сотрудником, у тебя постоянная зарплата неплохая, но стабильность, скажем так, больше всего пугает, конечно, это нестабильность и какие-то вот провалы, в бизнесе, вот так вот скажем, вот, и изначально, то есть, была на многих вебинарах ваших по именно части, ну, вашей школы многие вопросы как бы мне близки, и хотелось бы именно в целях расширения своего кругозора, каких-то, может быть, новых вопросов все-таки, наверное, принять решение, потому что я тоже долго сомневаюсь, потому что все-таки вложение, скажем так, в свои знания, ну, понятно, что бесплатно ничего не бывает, но, ну, весомые, скажем так, вложения, но я думаю, что должно быть, того стоит, вот, вот, такая моя история. Что стоит, да, но здесь вопрос, что думаете по этому поводу вы, и бесплатно, правда, много бывает всего бесплатно, просто это не ценится, смотрите, у нас сегодня на встречу было предвещено, там, порядка 30 человек, смотрите, сколько пришло, сколько сегодня у нас активных участников, это бесплатная встреча, смотрите, у нас самый активный, кто с камерой сидит, Ирина Титкова, которая курс уже прошла, она пришла, что-то еще для себя услышит новое, Евгения Зверева, целый день сидит у нас здесь с камерой, пока мы сидим, да, тоже наш курс проходят, потому что уже понимает пользу, он начинает ценить, хочется еще больше брать, а это бесплатно, почему бы нет, почему бы так не выйти на разбор, не разобраться, даже если в ходе разбора какие-то мысли там пока еще, там, вот у Елены понятно, что еще не все устаканилось, есть возможность пересмотреть, что-то узнать, да, и тоже с этого взять, ну, конечно, когда мы за что-то платим, платим за обучение, и чем оно для нас дороже, тем больше мы, конечно, стараемся получить результат, мы тогда не можем не делать, мы за это деньги заплатили, а что скажет там подруга, что скажет мама, что скажет муж, я же деньги заплатила, что ж теперь, а как так, мне же еще рассрочку платить, у нас большинство в рассрочку берут, поэтому, да, ну, давайте вот как раз использовать сегодня эту возможность бесплатную, а там дальше будете принимать решение, идти на обучение, позадаю еще некоторые вопросы, Ирина, вы в каком роде живете? В Москве, отлично, сколько вам лет? 52, и возраст тоже является таким немножко для меня сейчас тормозящим моментом, когда вроде бы есть какая-то, ну, уже внутренняя, как бы готовность, но уже возраст, что-то как-то развиваться дальше, конечно, меня немножко тормозит, вот, в этом плане тоже есть какой-то страх, что не хватит сил на дальнейшее и так далее, хотя сама по себе вроде как энергичная. А сейчас есть такой, по-моему, ресурс, вот, на это, на сайте пенсионного фонда, сервис там есть, где вот пенсию свою можно посчитать. В этом плане. Я еще, конечно, пока этим не занималась, но тут недавно тоже отвлечение, такая тема, на работе что-то как-то мы заговорили про пенсию, и я, когда поняла, что мне еще работать до 62 лет, мне стало совсем плохо. Если раньше 55, то уходили на пенсию, сейчас, конечно, тоже 62. Самое, это не страшное, что до 62, это же здорово, мы заняты работой. Это да. Но с каждым годом будет, сейчас, можете поделиться, какой доход в найме? Ну, в найме у меня сейчас 200 тысяч. Поэтому, если как бы планировать, что-то планировать, понятно, что мне в планах, конечно, хотелось бы в несколько раз больше. За 10 рабочих лет доход скорее вырастет или скорее упадет в найме? Ну, он вырастет в размерах инфляции, потому что индексация есть ежегодная, но не более того. А после 62, какая пенсия будет? Ну, я не знаю, минимальная. Честно говоря, не... а вот этот, мы привыкли 200, а потом бац, у нас пенсия 20. А что мы будем делать тогда? Да, да, да. Но это, да, это я прекрасно понимаю, но вот пока вот такая ситуация, на которую, в принципе, решиться, конечно, тяжело. Параллельно, наверное, тоже что-то совмещать будет проблематично. Почему? Ну, вот не знаю, почему, мне так кажется. Хотя бы, хотя очень хотелось бы совмещать. Ну, работа в найме, во-первых, обучение точно можно совместить, да, до открытия. Это, это стопроцентно, да. До открытия любого дела совместить с наймом можно поиск сотрудников и поиск клиентов. То есть, вот эти две самые важные составляющие на то, чтобы выйти в своем бизнесе 300 и плюс, это две важные составляющие. Мы ищем клиентов и мы ищем сотрудников до открытия бизнеса. еще не имеем ничего, мы не вложили ни копейки, и мы запускаем эти процессы. И когда у нас появляются первые клиенты, когда у нас появляются первые сотрудники, мы видим, что на самом деле у нас есть возможности. Мы, во-первых, идем в свое дело не с нуля, а уже имея базу с клиентов и с сотрудников, и нам все это проще и легче и принимать решения и вообще действовать уже начинать. Какие-то моменты можно совместить с наймом? Я не знаю, какая у вас занятость, но, конечно, свое дело и бизнес достаточно тяжело. Например, я сказала из жизни, вот она проговорила такой момент, что сложно совместить бизнес и семью. Да не так. Можно что угодно совместить с чем угодно. И работу в найме с бизнесом, и бизнес с семьей, и работу в найме бизнеса с семью, но все равно у нас есть свой приоритет какой-то. Может меняться. На этой неделе у нас приоритет семья, на следующей неделе у нас приоритет бизнес. Поэтому в каком-то объеме на первых порах можно даже все совмещать. Но чаще всего мы какие-то действия в жизни вот решительные уйти, знаемо. Мы их принимаем не от того, что у нас там какая-то мечта открыть свое дело, а из страха, от боли. Например, вот посмотрите, размер пенсии это один из мощных толчков может быть к принятию. Потом вот вопросы здоровья, нашей востребованности, когда мы становимся с годами больше. То есть это все потом мы же не сами себя работой обеспечиваем, у нас работа обеспечивает работодатель. Что ему там придет в голову? Может он завтра закроется? Я могу потерять лучшее место и так далее. Но в бизнесе совершенно точно такой стабильности нет. Это риски. Но иногда рисковать это менее опасно, чем не рисковать. Но с этим да, с этим согласен, потому что в моей практике была ситуация такая же, как работали тоже в частном. Частное производство было, частная компания. И все было хорошо, и руководитель хороший, все замечательно, то есть вообще все идеально. Но в какой-то момент он просчитал, что ему дальше уже невыгодно этим заниматься именно этой сферой деятельности. То есть и как бы по договоренности сторон, то есть мы в рабочее время могли ездить на собеседование, что-то как-то это, то есть расстались по-хорошему, то есть по-человечески до сих пор поддерживаем с ним отношения. Вот. Поэтому знания, они нужны. А вы думали, если открываться, то в каком направлении? Вообще, ну, это как бы массовое производство или мелкосерийное производство, скажем так. И скорее всего, ну, у меня пока такие мысли, но опять же это можно, ассортимент может быть разнообразным, но в основном акцентировать внимание на женской одежде. Вот у меня такое, на женской одежде направление. Нам надо взять на нишу, выбрать специализацию, да, это таких тканей, то есть это обязательно. Да, да, да. Ну, супер, отличный вариант. Мне нравится это направление. Вообще, честно говоря, в Швейке так много направлений, что там можно миксовать бесконечно. Да. у нас ученица есть тоже с цехом в Москве. Ольга Шуке что же про нее, если на вебинары ходите, наверняка слышали, рассказывала, да, вот у нее там, у нее было ателье, она закрыла его, пришла на курс опять открывать ателье, увидела возможность цеха, открыла цеха, а дальше и бренд они свой открыли, нашелся у нее партнер, у нее сейчас бренд детской одежды, бренд женской одежды, они там и в выставках участвуют, но продолжают отшиваться, отшивать заказчикам тоже продолжают, так что, конечно, возможностей много, да. Ирина, мне почему-то кажется, что вы уже решение приняли для себя, если наши эти вебинары-то посещаете, здесь просто вопрос, что будет являться толчком, да, для себя такой толчок можно создать искусственно, посмотрев размер пенсии. Ну, это да. Можно настроиться на то, чтобы пока не предпринимать никаких резких действий, потому что, да, после шить выгодно жизнь никогда не будет прежней, все время это говорю, действительно так. И те, кто к нам идет на курс, прежде всего понимают, что это изменение в жизни, и решение часто сложно принять не потому, что там сейчас деньги за обучение надо заплатить, а то, что после этого будут изменения в жизни, вот это самое страшное. Ну, что-то изменения вы же решили приняли. Но у меня дело в том, что с опытом, жизненным опытом мне все-таки особенно в последнее время принимать такие решения, какие-то, ну, для меня это тоже с одной стороны кардинальное решение в плане даже обучения, то есть каких-то вложений, именно денежных вложений, я к этому отношусь всегда, ну, рассчитываю и всегда с осторожностью, потому что было много моментов, когда действительно и людям вроде как бы помогало, даже финансово, но в ответ обратно, то есть, ну, надували, грубо говоря, так, вот, поэтому сейчас для меня вот такие вещи, это с осторожностью я к этому отношусь, вот. Понимаю, у вас прекрасно, ну, разные курсы, но сейчас, честно говоря, на рынке преимущественно больше лучше, ну, хороших информационных продуктов, чем там, скажем, даже в 20-м году, в 20-м году, когда там в пандемию все начали резко открываться, очень много было еще вот от этих всех известных блогеров, очень много таких продуктов, которые прям на самом деле не стоили того, чтобы за них заплатить. Сейчас, ну, те школы, которые давно работают, иначе бы, ну, не смогли бы работать, потому что, так как это онлайн-образование, это там покупают жители разных городов, разных стран, столько отзывиков, ресурсов, так что сейчас, ну, элементарно бы школа, которая плохую репутацию имеет, уже не смогли бы на рынке существовать, работать. Отзывы тоже можно посмотреть, загуглить. А вообще, какие-то уже проходили курсы вот в онлайн? Ну, именно в плане бизнес-образования нет. Курсы, да, но онлайн-курсы, допустим, по изучению иностранного языка прохожу. Больше такая работа индивидуальная, да, то есть это, наверное, представители, ну да, 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 консультации. Уроки такие индивидуальные больше. Ну, окей, интересный опыт, смотрите, принимайте решения. Что вам подсказать ещё здесь вот? В принципе, только от вас зависит, как там видите свою жизнь в будущем. У нас бывает так часто, нам сложно ещё принять решение, потому что мы вот смотрим на эту неделю, слава Богу, смотрим на этот месяц. Ну, максимум год, потому что нас так приучают, новый 2024 год, давайте загадаем желание на этот год, а что бы не на этот год, а на 10 лет, а что бы не на 10 лет, а на 15 лет. И когда мы уже видим, там, чего мы через 15 лет хотим, нам у сейчас проще действовать, потому что у нас как бы все события вкладываются в цепочку. А в рамках года мы думаем, окей, вот у меня зарплата 200, за 12 месяцев года я точно заработаю 2 миллиона 400, да, а вот заработаю я 2 миллиона 400 в швейке на новом деле за год или нет, если мы смотрим в перспективе, то мы уже по-другому принимаем решение. И это не значит, что мы не заработаем 2 миллиона 400 в первый год, да, но даже с этой точки зрения, что это не последний год в моей жизни. И мне есть еще ради чего, у меня есть эти долгосрочные цели, ради которых я могу действовать. Вот это тоже такой важный аспект. Можно подумать об этих целях через 10, через 15 лет, это тоже толчок. Это да. У нас, кстати, одно из первых заданий к курсу, мы составляем дорожную карту, и это не то, что там мечты, которые мы там все просто излагаем на бумаге, это конкретные цели, которые имеют свои цены, которые, ну, мы же в мире материальном живем, нам хочется одного, чтобы достигать всего этого. Буду рада видеть вас у нас на курсе или на каких-то других бесплатных мероприятиях в любом случае. Да, благодарю вас за беседу. Спасибо вам, Арина. Девочки, если тоже по вот сейчас по знакомству с Ириной есть что рассказать, тоже, может быть, вы в ситуации тоже выбираете между стабильным наймом и бизнесом, тоже давайте проявляйтесь, выходите, показывайтесь, или уже будем закругляться. Закладывали на этот, нашу сегодняшнюю встречу два часа, это сейчас все от вас зависит, если есть какие-то комментарии, вопросы, кратко кратко можем еще. Ну, в любом случае все благодарю за участие, кого-то за активное участие, кого-то за присутствие, потому что, ну, иногда нам действительно бывает так, что тяжело проявляться, вот, ну, вот не всегда, не все к этому готовы, поэтому, например, на курсе у нас есть вот такие созвоны, где мы встречаемся всем потоком, там, группа у нас 30-40 человек, ну, не все приходят, там, 20 человек на созвоне, не всегда бывает легко рассказать, есть у нас еще созвоны в мини-группах, где там по 5 человек встречаются, это уже тоже легче, так мы постепенно перестраиваемся на новый лад, для того, чтобы себя научиться презентовать, для того, чтобы вообще мышление свое поменять, потому что на курсе у нас очень много инструментов, но самое ценное, что есть у нас на курсе, это как раз навыки, которые вы приобретаете, проходя через задания, тот опыт, который вы получаете не просто от знаний, а от общения с такими же, как и вы, те, кто уже имеет дело, или те, кто только собирается его открывать, это невероятная такая получается обстановка, где друг другу оказывается просто потрясающая моральная поддержка, и это иногда стоит дороже всех инструментов знаний мира, поэтому надеюсь, что у вас такая поддержка есть, или если ее нет, будем рады вам помочь с этой поддержкой, желаю вам хорошо провести все эти оставшиеся дни праздников, буду рада вас снова видеть на наших встречах, вебинарах, разборах, ну и, конечно же, на нашем курсе, всем пока-пока, до свидания, этот пошаговый план, это фактически технология, которую создала я, это моя авторская программа, которая позволит вам за 10 недель все эти 10 сфер проработать, каждую неделю новая тема, и, соответственно, по этому пошаговому плану могут действовать те, кто хочет создать швейный бизнес с нуля, вот сейчас у вас пока еще нет, но вы хотите прям делать решительные действия к тому, чтобы подготовиться к созданию своего дела, то есть тот алгоритм, который я сейчас буду рассказывать, он может быть для вас прям этапом подготовки к созданию вашего бизнеса, для тех, у кого бизнес уже есть, нам все равно нужно пройти по этим этапам, по этому алгоритму, для того, чтобы вы могли увеличить результат уже в имеющемся бизнесе, потому что если у вас уже есть свое дело гораздо быстрее докрутить, подкрутить и выйти на новый финансовый результат, чем что-то создавать с нуля, да, и, соответственно, если у вас уже есть действующее дело, вас в нем устраивает доход, но хочется добавить новые направления, тогда тоже по этому алгоритму это можно сделать, ну, и для тех, кто вообще хочет первые деньги заработать, да, пока не готов прям к бизнесу, хочет начать сам, без команды, все это тоже подойдет, но, опять же, этот пошаговый план подойдет только тем, кто готов приложить усилия для достижения результата, потому что тем много, тем 10, и это прям 10 недель плотной работы, интенсива, для того, чтобы был результат, само собой, к сожалению, ничего не происходит, да, наша программа, вот этот пошаговый план называется программа наша «Шить выгодно», это программа по запуску и развитию швейного бизнеса, то есть с нами идут те, кто создает бизнес с нуля и те, кто хочет развивать действующий проект. Итак, первый шаг, первая неделя обучения на программе «Шить выгодно» называется «Идея и бизнес», где мы фактически определяем направление, нишу, формат, товары и услуги, которые мы будем предлагать нашим клиентам и ставим финансовую цель. Очень важно, чтобы в бизнесе была финансовая цель, потому что результат получает только тот, кто действительно ставит себе цели. Если цели нет, нам сложно ориентироваться, сколько зарабатывать в бизнесе и нам сложно эту цель декомпозировать. Поэтому мы здесь не просто определяем нишу, формат, товары и услуги, а именно, сколько мы еще за счет этого можем зарабатывать. Также на следующей неделе мы проверяем вашу бизнес-идею на анализ спроса. Мы делаем такую оценку рынка. Вообще, насколько то, что вы хотите продавать, будет интересно клиентам. Действительно ли ваша финансовая цель может быть выполнена. И на этой неделе вы сможете определить свои конкурентные преимущества. Фактически, главный вопрос этой второй недели это как же называть конкурентов конкурентами или коллегами. Но когда мы знаем, чем мы отличаемся от конкурентов, свои сильные стороны, конечно же, они сразу становятся для нас просто коллегами. Третья неделя это выполнение расчета себестоимости всех товаров и услуг. Нам важно посчитать расходы, которые лежат в основе каждого товара и каждой услуги и определить правильный коэффициент наценки. Таким образом, необходимо сформировать удобную систему расчета цен и на программе «Шить выгодно» вы прям получаете разные варианты расчетов цен и выбираете тот, который будет выгоден вам и по нему как раз выполняете расчеты себестоимости и, соответственно, создаете прайс-листы для ваших клиентов. Очень важно самим посчитать свои цены. Ни в коем случае нельзя ориентироваться на цены конкурентов, потому что они считают по-своему и не факт, что они вообще считают, да может быть это какая-то цена из головы. Мы должны доверять только своим расчетам, которые делали самостоятельно. Следующий шаг, четвертый, четвертая неделя обучения «Нашить выгодно» называется «Дружная команда». Здесь мы определяем, какая у вас должна быть команда, кто у вас должен работать, что они должны делать, прописываем должностные инструкции, сколько они за это должны получать. И здесь мы ищем сотрудников на все необходимые вакансии, даже если бизнеса нет, мы запускаем этот процесс еще до его начала. Ну и также на этом шаге вы сможете делегировать обязанности, если сотрудники уже есть, и освободить свое личное время. Это очень важно. На этом шаге мы устанавливаем правила, то есть вы определите и внедрите стандарты, по которым будут работать ваши сотрудники. И вот здесь нам важно обойтись без всяких компромиссов и не соглашаться на меньшее. Я расскажу вам, как правильно преподносить каждую задачу для ваших сотрудников, как ставить планы, цели, мотивировать их, чтобы действительно коллектив был дружным, и вы обошлись без каких-то там страшных конфликтов в своем бизнесе. Это шаг номер 4. Далее, шаг 5. Помещения и поставщики. Вы составите полный список необходимого оборудования и материалов, выполните расчет вложений, которые необходимы для открытия, для развития вашего бизнеса, а также составите планограмму помещения и определите, какая площадь помещения вам нужна, чтобы это помещение помогало вам развиваться. Бывает так, что при открытии бизнеса владельцы ориентируются на то, чтобы выбрать помещение себе подешевле, сэкономить на аренде. Но вот именно в этом шаге мы понимаем, что сумма инвестиций для бизнеса, которая зарабатывает для владельца миллион, может даже совсем незначительно отличаться от вложений в бизнес, который приносит всего 100 тысяч рублей. То есть это может быть даже разница всего 50 тысяч рублей. Поэтому нам важно посчитать здесь несколько вариантов развития, для того, чтобы вы увидели, какие вложения вам принесут максимальную отдачу, чтобы вы знали, сколько денег надо в бизнес вложить. Далее, следующий шаг это финансы и планирование. Это вообще сногсшибающий шаг, который, ну, так скажем, это уже шестой шаг, их всего 10, так скажем, экватор. Он очень круто. Все цифры, которые мы считали до этого, цены, зарплаты, инвестиции собирают в общий финансовый план, где мы простраиваем несколько сценариев, там, реалистичный, оптимистичный, пессимистичный, с учетом всех имеющихся рисков, и на этом шаге вы получите готовые инструменты для финансового планирования. Это очень важно планировать доходы-расходы, подводить ежемесячные результаты, корректировать планы следующего месяца. Вот вообще финансовое планирование дает возможность вам понять, а сколько вы в следующем месяце заработаете, да, вот это очень важно, во-первых, очень снимает стресс предпринимателя, если мы знаем, если у нас уверены, что мы конкретную сумму, она к нам придет, и в этом нам помогает только финансовое планирование. седьмой шаг это привлекательная упаковка, здесь мы создаем фирменный стиль, прописываем продающие тексты, слоганы, составляем контент-планы, создаем сайт, аккаунты в социальных сетях. Почему этот шаг важен? Потому что швейный бизнес, это модный бизнес. Прежде всего, ну, конечно, про разный текстиль, у нас и паруса с нами шьют, но все-таки это больше про одежду, поэтому ваша презентация в интернете, то, как вы представлены, просто должно быть безупречным. И на этом шаге мы как раз делаем все, что необходимо. Следующий шаг, это шаг номер восемь, сервисы работы с клиентами. Это шаг для того, чтобы вы были всегда вооружены, и те клиенты, которые уже пришли к вам, оставались с вами на долгие годы. То есть здесь мы создаем высокий уровень сервиса и внедряем инструменты для постоянной работы с своими клиентами. То есть здесь мы формируем клиентскую базу и используем различные сервисы, в том числе и сервисы автоматизации, например, CRM-систему, которая значительно увеличивает прибыль и экономит время. Вообще надо сказать, что любая системная работа, это всегда экономия. Это экономия ваших сил, времени и денег. И на этом шаге мы как раз систематизируем все ваши процессы работы с клиентами. Следующий шаг девятый эффективная реклама. Здесь вы узнаете, как контролировать подрядчиков, потому что, к сожалению, мы не все можем сделать сами, а может быть и к счастью. Поэтому так или иначе мы пользуемся услугами дизайнеров, таргетологов, маркетологов, и нам важно с ними говорить на одном языке. Все равно главный маркетолог вашего проекта это вы. Вы точно должны понимать, какая у вас стратегия в рекламе, почему сюда мы будем платить, а сюда мы не будем платить. И здесь мы протестируем несколько рекламных каналов с таким минимальным бюджетом. Для того, чтобы вы поняли, что вкладывать в рекламу это даже очень выгодно, и вложение в рекламу это не расходы, это инвестиции, но только если вы контролируете ее эффективность. Я дам вам готовые отчеты, чтобы вы могли всех ваших подрядчиков очень легко каждый день видеть, куда каждый ваш рекламный рубль потрачен был, и сколько денег вам это принесло. Ну, а также на десятом шаге мы определим ваши дальнейшие пути развития. Вы составите индивидуальный стратегический план на два года. Это очень важно для того, чтобы вы могли полностью реализовать себя, ваш творческий потенциал, и в дальнейшем передать свое дело по наследству. Вот эти десять шагов у нас составляют мою авторскую программу, которая называется «Шить выгодно». Именно эти десять шагов вы можете пройти вместе с нами за десять недель. Ну, на самом деле, на нашей программе есть не только я, есть еще и множество уроков от приглашенных экспертов, более 25 разных тем, разных экспертов. это и юристы, экономисты, успешные швейники, СММ-специалисты. Вот такие бонусы есть для вас каждую неделю. Обязательно есть еще дополнительный материал. Вот мы это все делаем на «Шить выгодно» за десять недель. И, как вы думаете, сколько времени у нас это занимает? Для того, чтобы пройти эту программу обучения, достаточно выделять всего один час времени в день. Почему так получается? Ну, мы это сделали намеренно. У нас уже более тысячи учеников прошли эту программу обучения. Более там двадцати групп с лишним у нас уже прошли обучение по этому курсу. То есть наша программа она менялась, обновлялась, изменялась уже не менее двадцати раз. Более уже двадцати раз. И соответственно каждый раз мы переписывали уроки, создавали их более четкими, емкими, понятными. И соответственно мы пришли к тому, что сейчас для того, чтобы освоить весь материал на программе «Шить выгодно», а он огромный, это прям целая энциклопедия швейного бизнеса, достаточно всего один час времени в день выделять. Сейчас бешеный ритм по-другому просто нельзя. Мы женщины вообще совмещаем материнство и бизнес и работу в найме некоторые совмещают. Поэтому мы постарались, чтобы для вас это было возможным. Записали уроки без воды, четкие инструкции, задания, только те, которые действительно ведут к вас к результату. Все это у нас целая энциклопедия знаний на платформе GetCourse, которая у нас по принципу такому же действует, как сейчас обучение на марафоне. Те, кто у нас уже зарегистрировался в личном кабинете, вы тоже получили доступ к обучающей платформе GetCourse. Но вы получили доступ только к материалам нашего марафона. А у нас соответственно есть еще материалы нашей программы «Шить выгодно». И здесь очень много что есть посмотреть. Давайте я вам сейчас прямо покажу один из наших последних потоков для того, чтобы вы поняли, каким образом вообще обучение у нас на программе идет. То есть при покупке курса «Шить выгодно» вы получаете доступ к вашей обучающей платформе, где здесь вам открываются бонусы и есть как раз те 10 шагов, которые я вам говорила. Вот они все перечислены. В каждом шаге у нас шаг открывается раз в неделю. Есть уроки. Некоторые уроки содержат домашние задания. Вот, например, здесь, которые черненьким отмечены или с синеньким, темно-синеньким. Это задания с уроками. Есть задания, есть уроки без заданий у нас, есть различные бонусы, да, очень много всего, ну, как выглядит урок, например. Вот, например, выгодные цены, вот расчет цен, например, индивидуального пошива. Есть видео, в котором я проговариваю все, что нужно знать по этой теме. Даю таблицы для того, чтобы вы знали, как считать. Другой вариант даю расчетов цен, еще у нас есть таблицы, еще видео, еще добавления. То есть, вот под этим уроком вы, соответственно, можете все свои вопросы, комментарии тоже писать. Мы общаемся на платформе в том числе. Есть уроки, которые содержат домашние задания, ну, любой, например, урок, если мы сейчас, вам так интересна была тема команды. например, здесь мы начинаем с того, что проводим ревизию времени. То есть, здесь, помимо видео, есть инструкции к выполнению задания, само задание, которое вы должны выполнить до определенного времени. Но, опять же, мы здесь не делаем задачи, себе не ставим задачу, да, замучить вас и заучить, задачи, чтобы обучение было для вас по силе, чтобы оно было понятным, чтобы оно было для вас приятным. Поэтому здесь только нужные задания, только нужные уроки. Само видео с моим участием, оно в среднем 15 минут, недолгое, хотя их очень много, более 260 видео на платформе на разные темы мы для вас записали. Очень удобно, что уроки наши видеозаписи есть, потому что можно мотать, ускорять, возвращаться к ним. Это в отличие от лекций, которые мы слушаем вживую, потом только можем опираться на свои конспекты. А здесь мы сколько угодно раз можем смотреть. И опять же, то, что мы уже 20 раз все свои уроки переписали, там осталась только выжимка совсем без воды. У вас будет инструмент, рабочая тетрадь, благодаря которому вы будете выполнять все ваши задания в одном месте. Сейчас тоже покажу, как она выглядит. это такая большая таблица, видите, внизу как много разных вкладок. Каждая вкладка это выполнение какого-то задания. Эти вкладок очень-очень много, только будет задание на курсе, но они очень простые, с таблицей с этой легко и понятно, удобно работать. И у вас таким образом прям получается целый проект готовый, который вы можете реализовывать, к которому будете обращаться. то есть это такая ваша библия вашего бизнеса получается. Все в одном месте, это очень удобно. Далее, если кто переживает, что вы с таблицами не разберетесь, не получится у вас работать, то у нас есть техническая поддержка. И в отличие от многих курсов, где техническая поддержка это какой-то там такой очень смурной компьютерщик, наша техническая поддержка выглядит вот так. Это очень эффектная, приятная девушка, с которой вы сможете разобраться во всех технических аспектах, если вдруг вам сложно работать с таблицами, вы плохо знаете компьютер, так что наш курс еще возможности прокачать себя и в этом тоже. Но программа подходит абсолютно для любого уровня подготовки. Уроки можно смотреть как за компьютером, за ноутбуком, за планшетом и за телефоном. Конечно, работать с таблицами, с рабочей тетради, удобнее с компьютера или с ноутбука, но на самом деле я уже так приловчилась, что с таблицами я работаю с телефона. Все мои таблицы по финансам, они у меня на гугл диске, я работаю с ними с телефона, сразу туда заношу все свои расходы и доходы. Вам, конечно, тоже это покажу, как делать. Помимо технической поддержки, вам будут помогать опытные наставники, то есть за всех наших учеников потока мы разделим на группы по 5-7 человек и за каждой этой группы мы закрепим двое наставников. Представьте, у вас будет двое наставников, это действующие предприниматели, которые ведут свой бизнес в швейке в разных направлениях успешно и более того, они уже прошли наш курс, то есть они могут вам подсказать, как то или иное задание правильно и быстрее выполнить. И конечно же они дают развернутую обратную связь по заданиям курса на платформе и еще раз в неделю они собирают вашу небольшую группу для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы обсудить задания, для того, чтобы обменяться опытом. Это делается у нас в формате Zoom конференции. То есть с наставниками вы общаетесь на платформе и раз в неделю в формате Zoom. У нас невероятно дружеская атмосфера и на платформе и в Zoom и в чате Telegram к нам приходят ученики, которые ну там прям 50 на 50. Половина имеет бизнес, а половина еще пока бизнеса не имеет. И они, кстати, друг другу очень помогают. Конечно же, новичкам очень полезно узнать опыт тех, у кого бизнес уже есть. А тем, у кого бизнес есть, нужна мотивация новичков. Они иногда, те, кто бизнес давно ведет, уже не верит, что вот это принесет результат. Но когда видят, как новички быстро и легко это делают, у них тоже загораются глаза и какой-то движок внутренний включается. Поэтому однозначно и те, и другие друг другу приятны и полезны. В нашей 10-недельной программе обучения вы сможете получить именной сертификат, но только те, кто выполнит не менее 80% заданий курса. Мы не хотим просто так раздавать наши сертификаты, мы хотим, чтобы вы гордились тем, что вы этот сертификат получили, а не просто так это было для вас бумажкой. Поэтому те, кто проходил курсы золотой портной, знают ценность этого сертификата. Кроме сертификата по окончанию программы у вас закрепятся устойчивые навыки по финансовой грамотности, по составлению бизнес-плана, по найму сотрудников, по делегированию задач и обязанностей, по управлению временем. И вы сформируете главный инструмент прибыли – это развитие предпринимательского мышления. Также вас ждут внутренние изменения, они неизбежны, потому что после программы «Шить выгодно» ни у кого жизнь больше не будет прежней. Вы сможете повысить самооценку, разобраться, чего вы хотите, побороть свои страхи, встанет на душе хорошо и спокойно. Вы обретете уверенность, начнете ценить свой труд и будете выбирать, с кем работать, а с кем нет.